Сегодня мы с вами обсудим диагностику недостаточности питания у пациентов с коронавирусной инфекцией. Меня зовут Марина Александровна Кагай, я врач-диетолог дорожной клинической больницы из Санкт-Петербурга. Также я являюсь руководителем бригады инфляционной поддержки в нашем стационаре и, по сути, руковожу организацией данных мероприятий у нас в Санкт-Петербурге. Также я являюсь доцентом кафедры гастроэнтерологии и гипотологии, где мы обучаем врачей-диетологов под руководством Андрея Юрьевича Барановского. Итак, что мы с вами уже сегодня знаем? Мы знаем, что полиморбидные пациенты, пациенты старше 65 лет, пациенты с недостаточностью питания, а также пребывание в арит и длительное пребывание в арит, это все факторы риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Но что объединяет все эти пункты? Объединяет то, что эти же показатели являются показателями высокого риска развития недостаточности питания. Давайте немножечко с вами сосредоточимся на терминах. Что же такое полиморбидность? Полиморбидность – это два и более заболеваний, которые могут и не находиться в причинно-следственной связи, но все эти заболевания одинаково значены. И мы сейчас знаем, что в условиях современных пандемии ожирения, которая в том числе ведет за собой и другие заболевания, например, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, синдром абструктивного апноэ, который, конечно же, будет тоже фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Потому что мы знаем, что при ожирении и так не все легкое работает, часть его не работает. И поэтому, если еще присоединяется пневмония, то, конечно, это фактор того, что у пациента будет тяжелая дыхательная недостаточность. Также давайте немножечко определимся, а что же такое недостаточность питания. Мы много говорим о том, что недостаточность питания, но, наверное, вам сразу на ум приходит пациент с дефицитом веса, задержкой роста, истощением. И вы думаете, что это пациент с недостаточностью питания. Но что нам говорит ВОЗ? А ВОЗ нам говорит, что malnutrition или недостаточность питания включает в себя все формы неполноценного питания. То, о чем вы знаете. Но при этом это и дефицит витаминов, микроэлементов. А мы знаем, что 80% населения России дефицит витамина D. И фактически мы можем рассматривать этих пациентов как пациентов с недостаточностью питания. И в эту же группу относятся избыточный вес, ожирение, а также другие неинфекционные заболевания элементарного генеза. Поэтому если к вам на прием приходит пациент с избыточным весом, это не говорит о том, что это пациент с избыточным питанием. Это может быть пациент с ожирением, но и при этом с недостаточностью питания. И такие пациенты, они более тяжелые приведения. Мы знаем, что если у нас лежит в реанимации пациент с ожирением, к сожалению, у него будет и больше осложнений. Итак, на данный момент нет специальных исследований по коррекции питания у пациентов с коронавирусной инфекцией. Тактика нутурационной поддержки основывается только на имеющейся на данный момент информации клиническом опыте. То есть мы используем те протоколы нутурационной поддержки, которые наиболее подходят для клинической картины данного пациента. Но перед тем, как начинать лечение, конечно, мы должны провести скрининг недостаточности питания и выявить ту группу риска, которая уже нуждается в консультации нутурациолога и дальнейшей нутурационной поддержке. Особенно в условиях такого массивного увеличения количества пациентов, нуждающихся в терапии, мы не можем каждым пациентом заниматься. Мы должны как-то очень быстро выявить эту группу. И что нам рекомендует гадлайн Эспена для пациентов с коронавирусной инфекцией? Конечно, использовать скрининговые шкалы. И на данный момент у нас есть две рекомендуемые шкалы. Это шкала МАСТ и шкала МРС 2002 года. Для амбулаторной практики мы используем шкалу МАСТ. И там оценивается три показателя. Это индекс массы тела, который мы измеряем у каждого пациента, зашедшего к нам в кабинет. Нарушение приема пищи, причем у пациентов именно пожилых, которые живут одни, порой мы даже не знаем давность нарушений. И в данном случае мы должны очень осторожно начинать с нутриционной поддержки с целью профилактики рефидинг-синдрома. Ну и последнее – это потеря веса за последние 3-6 месяцев. Я как нутриционолог знаю, что если пациент похудел более чем 10% за последние 6 месяцев, это пациент в группе высочайшего риска и послеоперационных осложнений, и инфекционных осложнений. И посмотрите, здесь если больше 10%, то это уже 2. Этому пациенту необходимо проводить нутриционную поддержку. Если пациент набрал у нас 0, то это обычный уход, но если он у нас лежит в стационаре, то нужно через неделю перепроверить. Если один, то в данном случае рекомендуется ведение пищевого дневника для того, чтобы оценить объем еды, которую он съедает, потому что не все пациенты адекватно оценивают свое питание. Им кажется, что оно точно такое же, на самом деле, на фоне температуры, на фоне какого-то стресса, они начали есть намного меньше, чем раньше. Ну и вторая шкала, это НРС 2002 года, которую мы активно используем в стационаре, она состоит из двух блоков. Первый блок или первичную оценку может проводить и медицинская сестра. Посмотрите, все те же параметры, это индекс массы тела, а также потеря веса за последние 3 месяца, недостаточность питания за последнюю неделю. И если пациент находится в реанимации, то это уже однозначно да, и ему нужно проводить следующий блок. Если по первому блоку есть хотя бы одно да, нужно переходить ко второму. Финальная оценка, оценивается два показателя, это питательный статус, то есть насколько пациент похудел и насколько снизилось потребление пищи. И второй блок, это тяжесть заболевания. Если у нас пациента старше 70 лет, то прибавляется еще один балл. И если у пациента больше 3 баллов, то это высокий риск развития недостаточности питания, и данному пациенту необходимо проводить нутриционную поддержку. Если меньше, то опять же мы этого пациента не забываем, просто через неделю проводим повторный скрининг. Дальше у пациентов, у которых высокий риск развития недостаточности питания, мы должны оценить тяжесть, потому что в зависимости от того, насколько у пациента выражена белковая недостаточность, настолько у него будет и риск более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Какие показатели мы смотрим? По российским рекомендациям мы используем общий белок, альбумин, трансферин и лимфоциты. К сожалению, общий белок ничего не говорит нам о белковом статусе, потому что, например, при росте астрофазовых белков, при извращении белкового синтеза в печени, он может быть повышен именно за счет этих фракций. А нам с вами интересен именно альбумин, как переносчик лекарственных средств, а также как пластический материал. Поэтому я рекомендую в большей степени, особенно если у вас ограниченное количество средств, сосредоточить внимание на альбумине, на трансферине и лимфоцитах. И уже когда мы знаем показатели массы тела, которые нам расскажут о энергетическом компоненте, и также мы посмотрели висцеральные полубелка, которые нам скажут о белковом компоненте, мы можем выставить диагноз. Недостаточность питания кодируется из раздела Е, и дальше вы выбираете, что уже больше вам подходит. Если у пациента снижение веса при нормальных показателях висцерального белка, то мы ставим ему такой диагноз, как алиментарный маразм. Если у пациента при нормальной массе тела, и даже может быть избыточной, будет снижение висцерального полубелка, то это квашаркор. Если есть и соматическое снижение, и висцеральное, то это маразматический квашаркор. Ну, либо белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени. Также хочу вам обратить внимание, мне очень нравится вот эта таблица, которая была предложена Валерием Матвеевичем Луктом в 2013 году. Это абсолютные показания для назначения активной нутриционной поддержки. То есть, если вы видите, у пациента хотя бы один из этих пунктов, не нужно дальше думать, нужно сразу назначать нутриционную поддержку. Это снижение массы тела, это исходная гипотрофия, и о чем мы часто забываем подумать, это риск прогрессирования, когда ожидаемая задержка восстановления естественного перорального питания меньше трех дней. Например, высокая температура, и пациент отказывается от еды. Вот у вас будет ожидаемая задержка восстановления естественного питания. Ограничение возможности перорального приема, например, при проведении каких-то диагностических мероприятий, или при проведении инвазивной либо неинвазивной вентиляции. Также существенно возросшие потребности в питательных веществ, а пневмония разве это не показатель возрастания потребностей в питательных веществ. Поэтому, дорогие коллеги, конечно, наверное, недостаточность питания не сразу бросается в глаза, не кажется такой важной. Но, с другой стороны, при сопровождении и введении пациентов с коронавирусной инфекцией недостаточность питания может быть именно тем фактором, который будет утяжелять течение этой инфекции и увеличивать риск осложнений и летальность. Спасибо за внимание. До свидания.